Девушки отдыхают О том, почему необходимо повышать стоимость проезда и когда в трамваях появятся электронные проездные Даже при очень удачном раскладе, я так думаю, это октябрь месяц и даже не первое число Какое ароматное кофе! Мы не ошибаемся теперь и так правильно, как оценили нововведение Министерства образования барнаульцы Вы согласны с тем, что кофе можно говорить оно? Ну язык меняется как бы, он непостоянен, так что Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина Здравствуйте! Почти для 70 тысяч школьников барнаула сегодня прозвенел первый в новом учебном году звонок Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, прошли во всех учебных заведениях Мы побывали в лицее 129, на базе которого действует поисковый отряд «Высота» Книжки добрые любить и воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Слова из этой песни, которую можно назвать гимном всех первоклассик страны, сегодня звучали повсеместно Не стал исключением и 129 лицей, хотя первого класса в этом образовательном учреждении нет Здесь учатся ребята седьмого по одиннадцатый В седьмом, кстати, прибавление Нынче набрали три полноценных класса, чему директор безмерно рад Как у вас дела, Сергей Николаевич? Я всегда говорю, у вас хорошо, они говорят, да, раз у вас хорошо, значит и у меня хорошо Потому что мы единое, мы семья Уже много лет на базе лицея существует краевой поисковый отряд «Высота» И так давно ребята вернулись из Карелии И эта вахта на тот момент считалась самой успешной Школьникам удалось обнаружить и поднять останки 11 сибирских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны Теперь работа отряда станет еще более продуктивной Благодаря долгожданному подарку от главы администрации города За ту работу, которую вы монотонную, трудную, всепогодную, которую вы проводите в Карелии Администрация города Барнаула приняла решение подарить вам хороший металлоискатель Металлоискатель реагирует на гвоздик в ботинке, на пуговицу, на мелкие детали противогаза Которые выдавались всем, без исключения участникам Великой Отечественной войны Поэтому вот эта наша мечта сбылась наконец-то К слову, средний металлоискатель стоит порядка 70 тысяч рублей Отряд он был, естественно, не по карману Сергей Дугин пожелал всем удачи и хороших отметок Признался, что сам с удовольствием высел за школьную парту, но поспешил по делам А ребята в учебные классы Ребят, с каким настроением начинаете новый учебный год? С веселым, с радостным И 9 класс, экзамены нужно готовиться Очень рады посетить снова школу Стремимся быть самыми лучшими, самыми смелыми, самыми активными Пускай учатся, дай бог терпения и нам, и преподавателям Все, это наше будущее, это наше будущее в Алтайском крае Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город» В парадной форуме сегодня пришли и учащиеся высших учебных заведений Одна из самых эффектных линеек прошла в Барнаульском юридическом институте До блеска начищены туфли, одежда с иголочки и железная дисциплина в строю Так встречали день знаний будущие полицейские В самом начале линейки по старой доброй традиции Учащиеся последнего курса передали символичный ключ от знаний первокурсникам В знак студенческой преемственности Кстати, в этом году в Бюи зачислено 232 человека Дальше все как в гражданском вузе Напутственные слова от руководства Единственным явным отличием стала церемония вручения погон Звездочки младшего лейтенанта под пристальными взглядами родных и близких Сегодня получили 180 выпускников Профессия непростая, но мы не жалеем Потому что здесь многому их действительно как закалили, говорится, сталь Значит, выработали силу характера Для нас это очень важно У нас здесь учится дочь Беленина Ивановна Владимировна Мы приехали всей семьей с мужем, со старшей дочерью Праздник начала учебного года сегодня прошел и там, где за парты дети не сядут Ведь они пациенты краевой клинической больницы Первое сентября провели в дружной компании нашего проекта Надежда на чудо и его новая ведущая Анастасия Дорога Теперь проект станет еженедельным в нашем эфире и будет выходить по понедельникам Исключения мы сделали только сегодня Самый долгожданный день, первое сентября Дети уже выбрали тетради и не раз открывали учебники Но за новыми знаниями и к любимым друзьям некоторым школьникам приходится идти в больницу Вопреки недугам и прохладной погоде, маленькие пациенты краевой клинической больницы сегодня тоже на линейке Вместо одноклассников рядом те, с кем делят палату Вместо педагогов врачи, которые учат бороться с болезнью И конечно веселые персонажи добрых мультфильмов, где все всегда здоровы Сегодня то, что доктор прописал, это подвижные конкурсы, уличные танцы и эстафеты Ура! Ну и что? Красной цифрой не отмечен этот день в календаре Но все равно для всех праздник, и для детей, и для взрослых Когда взрослые ведут детей, в школу у них слезы на глазах, слезы радости А ребятишки торжественные, с букетами, но в больнице у нас совсем другое дело Они лежат, поэтому не надо их как-то ущемлять в этом, что 1 сентября мимо них проходит Для Егора сегодня начался 3 класс В школу он вернется через неделю О больнице обещают не вспоминать, но один сувенир все же оставит Маленький первосентябрьский подарок – брелок в форме мяча Я на футболы хочу ходить А в школу ходить хочешь? Хочу, хочу У меня любимые уроки физкультура, музыка, русский язык и математика Не остались без внимания и те, кому нельзя покидать стен больницы Пациенты онкологического отделения Для них наша обезьянка устроила отдельный праздник А подарком стал сказочный домик, который собирали и наполняли сотрудники следственного комитета Давние друзья отделения Я мама, у меня двое детей и я смотрела то, что будет интересно моим детям, то, что будет интересно возрасту этих детей и подбирала именно сказки Выбор взрослых дети одобрили и сразу взяли книжку на вечер Юный Матвей решил не затягивать и тут же приступил к чтению В школу ведь уже через год за возрастом мальчик следит Еще семь Семь? Да, я буду, у меня будет восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Я тебе желаю до ста Дожить до ста я тебе желаю Еще одним праздником стал день рождения маленького Дани Ему исполнилось четыре Такому взрослому мальчику следователи подарили набор лего Любимые машинки он соберет сам и уже дома Сегодня его выписывают О том времени, что провел в больнице, Даня, возможно, и не вспомнит Зато мама Оля никогда не забудет, что ей помогло все пережить Надежда, что все хорошо у нас будет Что это просто какое-то черная полоса А ребенок как это все вынес? Оно легче, чем родители Помочь маленьким пациентам побороть болезнь, подарить ему улыбку или заветную мечту можете и вы Для этого нужно отправить смс на короткий номер 7878 Или вложить любую сумму в купилку мать и дитя Они находятся во всех магазинах сети Новакс В ваших силах уменьшить боль и подарить детям радость Следственный комитет сегодня начал проверку по факту крупной аварии Которая произошла накануне и парализовала движение на проспекте Ленина Не обошлось и без пострадавших с места событий наш корреспондент Алексей Янкин Вечер среды едва не закончился трагично для двух десятков пассажиров общественного транспорта Подъезжая к остановке Театр Кукол со стороны речного вокзала 55-й автобус неожиданно рванул вбок прямо на парковку Затем отрикошетил влево и воткнулся в дерево Итог маневра пять искореженных автомобилей У одной сильно разбит багажник, две другие от удара слиплись Больше всего досталось Тойоте Ее развернуло вокруг столба Все стояли в машине Удар, все Вы звук услышали? На звук вышли? На звук выглянул в окно и все, вот увидел, вышли Ну какие эмоции у меня залезет Олега и других водителей иномарок в момент аварии в машинах не было Считай повезло Здесь обошлось без жертв А вот людей из автобуса пришлось госпитализировать Четыре человека, по данным Крайздрава, кареты скорой помощи доставили в краевую больницу Самые тяжелые травмы получила 35-летняя женщина У нее перелом позвоночника Как пояснил водитель, что ему стало плохо Он потерял сознание Это со слов водителя В настоящее время проводится проверка по данному дорожно-транспортному происшествию Истинную причину установит следствие В ходе аварии досталось и дереву Автобус его не только сломал, но едва не выдернул с корнем Ущерб примерно 23 тысячи рублей Примерно во столько городской казне может обойтись высадка на аллее березы такой высоты и размера Что же касается общего ущерба от аварии, итоговая сумма подсчитывается Но уже известно, что некоторые пострадавшие заявили о своем намерении обратиться в суд Вопрос об увеличении тарифов в общественном транспорте остается открытым, сообщают электронные СМИ В мэрии Барнаула пока не ответили городским перевозчикам на их обращение относительно стоимости проезда Напомним, в начале августа ряд городских перевозчиков направили письма в городскую администрацию С просьбой рассмотреть возможность увеличения цен на проезд В качестве аргументов в пользу поднятия тарифов называли удорожение ГСМ и электроэнергии Необходимость обновления автопарка, а также расходы на установку оборудования для использования электронной оплаты проезда А сегодня у нас в гостях Александр Симыкин, директор муниципального унитарного предприятия Горэлектротранс Здравствуйте Здравствуйте Поддерживаете ли вы необходимость увеличения стоимости проезда в электротранспорте? Ну я могу сказать по затратной части и думаю, что каждый из телезрителей сделает свой вывод К примеру, затраты выросли не просто выросли, а за полугодие 2016 года Так, к примеру, по электроэнергии и теплу в первом полугодии у нас затраты выросли По электроэнергии 8,7%, по теплу 13,5% Для того, чтобы не разорилось предприятие, безусловно, необходимо повышение тарифа Это единственный источник доходной части для нашего предприятия Когда это может произойти? Я думаю, наиболее для города благоприятный момент провести это дело Это одновременно с внедрением транспортной электронной карты расчетной Почему? Потому что в связи с внедрением будет ряд манипуляций, ряд действий И будут пересматриваться все тарифные составляющие как раз в этой связи Думаю, что одновременно с этим необходимо и будет провести корректировку тарифа Про электронный билет мы еще с вами чуть позже поговорим Если говорить об обновлении подвижного состава На вашем предприятии это по-прежнему проблема? К сожалению, эта проблема остается Ну и чудес не бывает, надо четко понимать Что вот сегодня стоимость новых подвижных единиц Вот допустим, современный одновагонный трамвай Стоит порядка 30 миллионов рублей У нас их 230 Ну чудес не бывает В городе столько денег невозможно изыскать Поэтому я выступаю на коллегии в апреле месяце И сегодня, больше того, убеждаюсь в этом же Предложил финансировать проведение капитального восстановительного ремонта Это позволит после проведения капитального восстановительного ремонта Тех вагонов, которые есть Позволит им еще увеличить пробег порядка на 700 тысяч километров Это ну 7-8 лет За это время, ну какие-то, надеюсь, изменения произойдут Поэтому я думаю, что мы стоим у истоков того Что на предприятии будет организован производство капитального восстановительного ремонта Ну давайте вернемся вот к тем самым электронным проездным В мэрии говорили, что в городе они появятся летом, уже сентябрь Что происходит, когда он все-таки появится? Происходило тестирование механизмов и устройств, которые производят транзакцию валидаторов Так называемые И я скажу, эта вещь достаточно непростая, как казалось бы И хотя планировали с осени начать Но я думаю, вот на сегодня, на сегодня у нас 500 кондукторов Необходимо каждого кондуктора обучить правилам пользования валидатора Чтобы можно было обелечивать, если так сказать Или осуществлять транзакции по электронным карточкам Поэтому на это нужно будет, ну пару недель как минимум нужно будет Поэтому даже при очень удачном раскладе, я так думаю, это октябрь месяц И даже не первое число, вот это все произойдет Потому что нужно эти валидаторы, для них создаются ячейки Где они будут заряжаться в течение межсменного периода Ну, то есть ряд технологических моментов, которые нужно еще и обустроить на предприятиях Не только на нашем, но и на других Поэтому время нужно еще, месяц, может полтора, вот так Кондукторам стоит уже работу искать? Нет, значит, эта система не предусматривает бескондукторную работу На первом этапе кондукторы будут осуществлять вот транзакцию карточек Ну, в Москве там осуществляется через автомат А у нас пока будет человеческий фактор применяться Жители жалуются, что электронное табло на Докучаево показывает неверную информацию Ну, к примеру, на табло информация о том, что через минуту подойдет трамвай А он подходит через 10 минут Вот зачем тогда такое табло нужно? И вот действительно ли есть проблема? Быть не может, потому что это все происходит время Без участия человеческого фактора То есть через навигационный блок на подвижную единицу Конкретно на трамвай передается информация на сервер Сервер передает информацию на табло То есть там просто такого быть не может Не так давно трамвай номер 3 изменил маршрут С какой целью, как он теперь движется? Ситуация такая, что мы рельсы переносить не можем И маршрут просто так поменять тоже не можем Поэтому мы в постоянном поиске Как нам сделать при вот тех ограничениях в движении Как нам сделать наиболее, чтобы было безубыточнее И маршруты наиболее удобны для горожан Вот один из вариантов Мы, наши специалисты, эксплуатационники, движенцы Просмотрели вариант, чтобы маршрут трамвая номер 3 С поселка Восточного пустить до станции Пивзавод По Кулагина, Ленина, Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, Попова Ну для чего это? Это прежде всего, чтобы соединить спальные районы, расположенные в районе улицы Северо-Западной, Малахова С Власихинской промзоной И одновременно обеспечить доставку жителей в обратном направлении Есть вопросы у некоторых пассажиров? Безусловно, ну как-то вот надо то, что имеется, из этого выбирать Вы ответили на все мои вопросы Спасибо Спасибо вам за беседу Ну я напомню, что гость нашей студии сегодня Александр Семыкин Директор муниципального унитарного предприятия Горэлектротранс Жильцы одного из домов в краевой столице почти каждый день рискуют с жизнью Козырек над подъездом, по мнению местных жителей, еще немного и рухнет им на головы Некоторые детали конструкции сейчас разбросаны в радиусе нескольких метров Остальная часть пока все же держится О возможном ЧП и не только об этой истории расскажет Кирилл Политов в нашей традиционной рубрике Коммунальный патруль Весь козырек держится на вот этой вот штуке, которая вот отваливается Оно так валится постоянно Взять под козырек об этом просят мастеров жителей Барнаульской многоэтажки по адресу Полярная 34, корпус 2 Горожане сейчас боятся выходить из дома От подобных атак сверху, которые нам продемонстрировала Марина, никто не застрахован За время службы сооружение над подъездом порядком износилось Плоскость вызывает серьезные опасения у жителей Со стороны выход во двор напоминают знаменитую игру в русскую рулетку Есть два варианта, упадет или нет Пока выстрел, к счастью, говорят, домочадцы не прозвучал Жильцы обратились в компанию Аверс Но специалисты не торопятся взять под козырек Мы уже неоднократно им писали, уже и говорили И сами ездили в Аверс И они здесь были, они все это видели прекрасно И до сих пор никто ничего не делает Уже это не первый год Вот это все происходит И приходили, и собрания у нас были Ничего, никаких действий не последовало Чтобы те самые действия последовали, нужно решение собственников Говорит руководитель фирмы ДЭС-2 Владимир Литасов Любой козырек, будь то козырек над подъездом Или там парапетная плита, или карнизный Или балконный козырек Он относится к общему имуществу Для того, чтобы его отремонтировать Собственники на общем собрании Квалифицирован большинством Две трети Принимают решение о ремонте этого имущества И определяют источник финансирования И либо за счет текущего содержания Либо они примут решение Дополнительные средства собрали там по прочим После этого появляется протокол Делается смета Подрядчик Либо предлагает управляющая компания Надежных, проверенных Либо могут сами собственники Определить подрядчика Проверить смету и так далее И работа выполняется Все очень просто Но в случае, конечно, возникновения Каких-то аварийных ситуаций Тут уже управляющая компания Замедлительно принимает меры Другая история, другая локация Жители Барнаула рассчитывают Найти остановочный павильон Основные пожелания Три метра в высоту Столько же в ширину Цвет не имеет значения Место, где хотелось бы Чтобы сооружение появилось Пересечение улиц Эмилия Алексеева И 80-й гвардейской дивизии Сейчас барнаульцы вынуждены ждать автобус Стоя не под навесом А под зонтами Или палящим солнцем В этом месте павильона Никогда и не было, уверяют горожане Нет здесь даже скамейки Нет и информационной таблички С обозначением номеров маршрута И расписания Понять, что это за остановка Человеку-приезжему Вряд ли возможно Вот между тем Здесь сосредоточено Достаточно большое скопление Общественного транспорта Конечно, отрицательное отношение Какое оно может быть? Конечно, отрицательное На улице дождь На улице снег Нас обливает Очень сильно И что это? Это что-то изменится По-моему, к нам давно Никто не прислушивается Ждем реакции на этот материал Дорожных служб Специально для этого Еще раз проговорим свой телефон Он у нас прежний 722-301 Сколько еще подобных историй На улицах города Неизвестно Если вы хотите рассказать нам Об этом, звоните Также принимаем звонки О жалобах на коммунальные службы На этом у нас все Кирилл Политов Алексей Фризин Информационный канал Город Сегодня прозвучит Заключительный вопрос Нашего конкурса По итогам которого Победитель получает билеты В цирк И сможет прокатиться На лимузине Итак, вопрос Сколько литров воды Может поместиться В хоботе у слона Свои ответы Присылайте на адрес Нашей электронной почты ctnewssobakoalt.ru Победителем становится Первый, правильно ответивший На вопрос Не забывайте указывать Свои имя и фамилию А также номер Контактного телефона Ароматное кофе Как бы вы сказали Сейчас говорят, что правильно Йогурт С сегодняшнего дня Можно говорить и так И так Вы как к этому относитесь? Как-то мне непринципиально Вы согласны с тем, что кофе Можно говорить оно? Ну язык меняется Как бы он непостоянен Так что Вкусный кофе Или вкусное кофе? Ну оно вкусный А вот с сегодняшнего дня Можно говорить и так И так вам Слышала я такой вариант Как считаете Это правильно? Ой, не знаю Сейчас трудно сказать Что правильно, что неправильно Наверное, как нравится Уже теперь Если можно Право выбора есть у нас Первый предварительный показ Нового комедийного сериала ТНТ «Ольга» Состоится в Барнауле В воскресенье 4 сентября Как стать участником предпоказа? Все просто Зрителем может стать Любой желающий старше 16 лет Гостей ждет масса сюрпризов Развлекательная программа Конкурсы с эксклюзивными подарками От ТНТ Попкорн Фотозона И самая главная возможность Первыми в крае увидеть премьеры Нового комедийного сериала «Ольга» Сбор гостей 4 сентября В 14.00 у торгово-развлекательного центра «Арена» И о погоде Завтра в Барнауле ясно Ветер восточный Слабый Ночью от 7 до 13 Днем от 17 до 19 Выше ноля Это все на сегодня До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова